Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 18 декабря года 2023 понедельник. Сегодня у нас насыщенная должна быть программа, если, конечно, все получится. Бывает иногда, первая тема уводит далеко. Ну, посмотрим. Вначале мы поговорим, я надеюсь, о невероятной дипломатической активности в Израиле, которая сейчас происходит. Бернс глава CIA, Остин глава Пентагона сейчас там находится по разным причинам, но понятны как бы идеи. Будем их обсуждать. Поговорим об этом. Потом перейдем на Иран. В плане, выигрывает ли Иран в долгосрочке от того, что происходит, начиная с 7 октября. Тоже достаточно большая тема. И в контексте этом коснемся хуситов обязательно. На моем YouTube-канале люди просят эту тему освещать. И надо ее освещать. Я обязан тогда отвечать на заказ, да? Исполнять его. Вот поэтому поговорим об этом. Это важно. И к тому же уже разговоры стали все более внятными. И если останется время в итоге, Виктору Орбану надо посвятить время. Он очень активно сейчас в Евросоюзе там действует. И главным является препятствием выделения большого пакета помощи для украинской страны. Вы скажете, 54 миллиарда евро, мы говорим, цифра немаленькая. Вот поэтому надо этого момента коснуться. Если не сегодня, то завтра. Хотя, как бы, самая драматическая ситуация происходила, я так понимаю, в ночь четверга на пятницу. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Но останется время на это время. Если да, то тогда, конечно же, обязательно об этом поговорим. Вот такой план на сегодня. Куда писать, вы знаете. Те, кто в прямом эфире меня слышат, тоже я думаю, что нужно этот номер повторять. Ну, а все, кто на YouTube еще не подписался на мой канал, найдите его. Кирилл Задов легко его найти. Подпишитесь, ставьте лайки, комментируйте. Это поднимает программу в лентах других пользователей. Ну, и заодно, опять же, вашему покорному услуге. Приятно, канал не монетизирован. Так что мне финансово никак на меня это не влияет. Ну, просто приятно. Вот. Ну, и опять же, там дискуссионный клуб. Это очень удобный способ со мной вступать, как бы, для меня, для обратной связи. Моей, я хоть понимаю, что вас беспокоит, но и заодно там дискуссия присутствует. Бутик-политик сказал, как обрезал. Уильям Борнс сегодня вылетел в Варшаву, где у него большая встреча с Давидом Борне, главой МОСАДА и катарским премьер-министром. В принципе, это трио срежиссировало первое перемирие, прекращение огня, точнее, первое, послужившее возможностью освобождения большого количества заложников в обмен на заключенных из тюрем. Женщин, детей, конечно, и с той, с другой стороны. Сегодня задача значительно более сложная. Нужно освобождать уже людей призывного возраста, и солдат в том числе, а не только женщин и детей, соответственно, хотя еще остались женщины и дети, как я понимаю, в хаватском плену. Срочно с этим переговором добавилась пятничная ситуация. Я думаю, все в курсе дела, все следят за новостями, за трагическими, которые приходили из региона. О том, как во время операции АДФ израильской армии погибли три заложника. Трое заложников были убиты огнем АДФ. Несмотря на то, что они были раздеты по пояс и держали в руках надписи на иврите «Хелп», мы заложники, мы израильтяне, кричали на иврите. Но это не помогло, к сожалению. АДФ будет расследовать этот инцидент. Формально комиссия будет, скорее всего, по окончании боевых действий создана. Хотя, теоретически, может быть, уже и сейчас она работает. Это серьезное очень дело. И Натани Ягу не устает извиняться перед членами семьи. Каждый день по многу это происходит. Это везде в израильской медиа, естественно, обсуждается. Один из солдат, его палец на курке оказался самым нервным. Мы не знаем имен, естественно. Да и не надо нам знать все имена, зачем нам это нужно. Слишком большое напряжение, большой очень стресс. Сейчас, учитывая, что и в предыдущих ситуациях подобного плана Хамас использовал и женщин, и детей в таких же точно ситуациях с белым флагом и тоже раздетых по пояс. Всякое бывало, я имею в виду. И взрослые люди тоже могли оказаться, что это просто ловушка Хамас. И в случае более близкого подхода к приближению АДФ солдата, несколько десятков метров оставалось до заложников. Могло оказаться так, что там рядом засада. В общем, этот вопрос, конечно, военной комиссии и трибунала смотреть на то, насколько... То есть, то, что правила были нарушены, АДФ уже сообщил официально. Это прямо в пятницу уже в Джерусальный пост написал официальное сообщение от АДФ, уведомление, что там были нарушены правила rules of engagement, так называемые, да, правила вовлечения в боевые действия, в комбат. А при этом уровень стресса, конечно, зашкаливает, и ситуации бывают разные, и солдаты думают о своей жизни, естественно, тоже. И есть определенные моменты, и, опять же, эффект нервного пальца на курке, естественно, человеческий фактор, все тут вместе. И стало ясно, что в течение боевых действий освобождение заложников это почти непосильная задача. Если не первые заложники, погибшие от огня АДФ, кстати, до этого один или двое тоже погибли уже в начале недели предыдущей. И это, естественно, дает все большую и большую срочность подобным переговорам, чтобы как можно большее количество заложников можно было освободить для того, чтобы обменять, вытащить из хамасовского плена для того, чтобы не повторилась ситуация этой пятницы. Опять же, от этого никто не застрахован, в любой момент, к сожалению, не дай бог, это может произойти. Осама Хамдан, глава, представитель хамасов в Бейруте, сказал, что для того, чтобы, в контексте, для того, чтобы начался следующий этап обмена заложников, требуется, чтобы Израиль полностью прекратил свою операцию в Газе, потому что это операция и сама по себе оккупация мешает любой сделке. На что ему Даниил Хагарик, контр-адмирал, пресс-секретарь армии обороны, сказал, чтобы никто не делал никаких ошибок, чтобы не было никакого недопонимания. Мы настроены, мы решительно продолжаем нашу военную операцию по тотальному уничтожению хамаса в Газе. Так можно лузли, грубо перевести то, что он сказал. И нас ничто не остановит в этом, это невозможно, мы должны добиться нашей цели. Все цели, которые мы поставили в начале операции, будут нами достигнуты. Вот, но эта официальная позиция, как бы она не меняется, естественно. Антон Ягу озвучивает то же самое, но то же самое озвучивает Юав Галант. На земле происходят разные дипломатические процессы, очень важные. Министр обороны, глава Пентагона и генерал Браун, председатель Черман, да, председатель комитета начальников штабов, сейчас оба находятся в Израиле. Это такой джоинт, объединенный визит, серьезное очень дело. Естественно, они встречаются и с Бенни Гансом, бывшим министром обороны, и с членом военного кабинета узкого, и с Йовом Галантом, и с самим Антон Ягу тоже. И понятно, что на повестке дня нескольких моментов, они все эти моменты очень важны. Мы точно не знаем, на самом ли деле идет сейчас с их стороны давление, Антон Ягу, по поводу смены стадии операции в Газис, высокоинтенсивного конфликта на низкоинтенсивный конфликт, с упором на точечные операции. Я такой абсолютно уверен в том, что, находясь там, опять же, это классический феномен Израиля, когда люди находятся вне территории, они смотрят с одной стороны и мыслят по одним способом, как только они приезжают внутрь страны, да, в Израиль прилетают, и сталкиваются с реальностью, им ее показывают, потому что на месте все это выглядит совсем по-другому. У них меняется точка зрения. Видимо, это мешало Блинкену, на самом деле, в ходе своих четырех визитов каким-то образом снизить нокал. Также Джек Салливан достаточно осторожно звучал и после своего визита тоже. И вот сейчас задача, как бы, для Антон Ягу, Галланды, Ганса таким же образом объяснить все это Остину, министру обороны, главе Пентагона и Брауну. Но там не так сложно, они оба боевые генералы. Остин в прошлом, а Браун сейчас, он ТАП, американский генерал. Оба они участники войн, многочисленных, разных всяческих, и блестящие офицеры, без сомнения. И ситуацию им, они с таким никогда не сталкивались. Америка никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Никто еще в мире никогда не сталкивался с такой войной, когда война идет в 3D на всех этажах, да, и на земле, и под землей, и в воздухе, и везде, и везде, и везде. И особенно, больше всего беспокоит, конечно, подземный этап всего этого дела, потому что он, все эти туннели, на котором Ехья, сын Ехья, сын Вара, катался на машине, видели сегодня и вчера, сегодня в новостях, который около РСКПП был, выход из него был найден. Именно этим туннелем пользовались боевики для атаки 7 октября в основном. Он, конечно, впечатляет. И сама инженерная схема, и вообще все, как это выглядит со стороны, очень впечатляюще. Ребята долго это делали, долго к этому готовились. Удивительно, что разведка, на самом деле, израильская, провалила этот момент и не знала о том, что это происходит. Это значит, что те осведомители, которые в Газе у израильской разведки были, посмею предположить, были двойными агентами, скорее всего, да, и впускали определенную дизу, что тоже возможно. В общем, об этом, конечно, будет разговор, когда война будет закончена. Да, это пока еще рано об этом говорить, обо всем. Все это станет ясно, когда будет комиссия большая. Теперь традиция таких комиссий показывает, что не щадит эта комиссия никого обычно. И если надо на кого-то возложить ответственность, она это делает. И люди, которые в таких комиссиях работают, высокого уровня осознания совести. И политические никакие причины обычно не входят в то, с чем нужно считаться, для того, чтобы эта комиссия какие-то выводы делала. Поэтому надо ждать просто, да, для того, чтобы профессионалы смогли это потом разобрать и сказать, кто же на самом деле виноват в том, что произошло. Понять, что ответственность будет. Опять комментаторы на канале говорят мне, что на самом деле Натани Ягу никогда не будет признан в этом виновным, и что он сможет избежать ответственности, и сможет спокойно переизбираться, потому что, типа, он контролирует Ликут очень хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, еще война с Хизбалой, которая наверняка будет, сейчас мы этого коснемся тоже. Но мне представляется, что то, как Натани Ягу контролировал Ликут до 7 октября, и с тем, как он будет его контролировать, а мы это будем проверять после, да, сильно, разница большая, да, между до 7 октября и после 7 октября. Очень сомнительно. И еще раз хочу сказать свою позицию. Мне она, для меня она представляется, как бы, ну, достаточно внятной, что даже если его вины прямой в этом нет, ее прямой его вины, конечно, в этом нет, но то, что косвенная его вина в этом есть, это однозначно, это не вызывает никаких сомнений, и последние годы, полтора десятилетия его нахождения у власти даже больше, нератив был совсем другим, и этот нератив исходил от него. Этот нератив оказался ложным, поэтому не без сомнения доля его ответственности в этом есть, и он, как взрослый человек, как человек, любящий свою страну и свой народ, должен понимать, что он должен взять за это на себя ответственность. Это означает уход из политики по завершении всей этой военной операции. Если он это так не воспримет и будет продолжать бороться за свое кресло, за свою власть, и будет выдвигать свою кандидатуру на выборы, для меня это будет знаком отсутствия у него, как бы это мягче сказать, но это, на мой взгляд, будет недостойно его и его легоси, потому что то, что он в эти выборы выиграет, даже если он будет в них участвовать, и то, что он в них выиграет, очень вызывает у меня большие сомнения, а это останется на нем большим пятном, да? Если он не сильно виноват, но берет ответственность и уходит, это одна история, если он не берет, пытается выиграть, не выигрывает, да, и потом, ну, короче, это нехорошо. Вот я не хочу сейчас сильно в это углубляться, это все научная фантастика, потому что в истории нету ни прошлого, ни будущего, да, в том плане, что история не насослагательного наклонения, то, что произошло, уже произошло, а что будет завтра, мы не знаем. Но, исходя из того, что мы сегодня видим, мне казалось бы, это очень неправильно, да, это означало, что он совсем не того уровня лидер, которым я всегда хотел его видеть. Да, вы знаете, что я всю жизнь всегда, да, все время, что он премьер-министр, всегда его поддерживал, и всегда считал и говорил, что лучший премьер-министр у Израиля не было со времен Бегина, но, по-моему, настало время, да, отвлеклись, пошли дальше. В общем, задача, естественно, Остина, либо этот вопрос оказания давления для сворачивания операции как можно более быстрого, да, он, быстрого, он наверняка есть тоже, но очень важный момент есть еще, нельзя их игнорировать, это север, это Хизбалла, одновременно, кстати, с визитом Остина идут европейские, очень большие усилия по переговорам с Хизбаллой, европейцы общаются, я так думаю, что немцы общаются, потому что у них с Хизбаллой контакт, который использовался при выдаче трех тел, помните, погибших в 2006 году членов патруля, из качества которых начала Сарая Ливанская война, это их как бы была заслуга немцев, они с Хизбаллой имеют определенные контакты, задача стоит, но я не думаю, что только немцы этим занимаются, я думаю, французы очень большие усилия должны, по идее, прикладывать, потому что их влияние на Ливан всегда было очень большим традиционно, Ливан это бывший их протекторат, поэтому и Макрон, помните, после того страшного бейруцкого взрыва был первым западным лидером, который посетил Бейрут и обещал определенную помощь, но помощь, честно, застопорилась, потому что Хизбалла, да, и вот потому что Хизбалла этот момент, учитывая, что в Ливане страшная экономическая ситуация, мы миллионы раз этого касались, и она лучше не стала никак, и понятно, что любые средства, которые в Ливан будут приходить, от которых Хизбалла тоже в итоге будет бенефициаром, правильно ведь, будут зависеть от того, услышит ли Насрава то, что ему европейцы сейчас говорят, это четко важно надо понимать, и это, опять же, тоже другая сторона выбора между Ираном и Ливаном для Шейха Хасана Насравы, соответственно, его пытаются убедить, дать команду войскам своим отойти за летание на севере, и то же самое будет требоваться от Израиля, чтобы, как пишет Лов-Тельжон, ну, сотни тысяч израильских войск, которые стоят сейчас на границе с Ливаном, сотни тысяч, я сомневаюсь, что цифра верная, и эта оценка верная, но я этого не могу знать точно, я просто не могу себе представить, как это возможно, но, наверное, возможно, все-таки они мобилизовали, Израиль мобилизовал большое количество людей, резервистов, ну, тысяч 100, наверное, может быть там сейчас, допускают момент, и это достаточная, в принципе, группировка для того, чтобы начать полномасштабное вторжение в Ливан с сопутствующими ей этому вторжению бомбардировками и так далее, и так далее. В общем, Израиль должен будет свои войска тоже от границы отвезти. Вопрос, кто будет и как контролировать то, что будет делать Хизбала, и, возможно, может ли Израиль полагаться на любое дипломатическое решение этой проблемы, это вызывает у меня очень-очень большие сомнения, правда, очень большие сомнения, потому что вот, если резолюция Совбеза не сработала, 17.04, я всегда об этом говорю, резолюция Совбеза была серьезная, и специально для того, чтобы эту резолюцию enforce, да, то есть привести в силу и verify, и подтвердить ее исполнение, туда был отправлен огромный военный контингент, 14 тысяч юнифил, он называется, да, международные силы в Южном Ливане, международные войска, они там до сих пор, 14 тысяч юнифиловских бойцов там, и они ничего не смогли сделать. Мы видим, что так как ракеты все-таки летят именно с южной части Ливана, и с того места, где резолюция 17.04 запрещала Хизбале любые инсталляции, логистические, штабные, тем более военные, вообще она там не могла присутствовать военной своей инфраструктурой, но мы видим, что это не произошло. И понятно, что у бойцов Юнифил не было и полномочий особенно там стрелять, да и желания, конечно, не было, и люди хотят жить, там голландцы, что вдруг голландцы, голландские солдаты будут себя подставлять под пули Хизбалы. Это было бы несколько странных. Были ситуации, при которых мы знаем, что некоторые КПП юнифиловские, которые там есть, закрывали глаза, то есть одно дело ничего не делать, другое дело сознательно отворачиваться в сторону, когда Хизбала производила там определенные действия для размещения там ракет и другой инфраструктуры. В общем, мне сложно себе представить, что современный Израиль после 7 октября, это уж совсем другой Израиль, может полагаться на какие-то дипломатические решения. Время дипломатических... Понимаете, если бы это было с государством дипломатическое решение, это был бы один момент. Но дипломатические решения, как мы видим, с неформальными боевыми структурами, даже если они являются частью политической системы государства, являются правящей партией в своем политическом крыльне, как в случае с Хизбалой, далеко нет гарантии никакой, что они будут исполнены. Потому что, опять же, вы не с государством подписываете соглашение, и соглашение это неформально. Вот об этом надо не забывать, поэтому мне представляется война единственным возможным решением этого вопроса. И тут я уже теперь полностью согласен с генералом Инбаром, который в эфире этой программы год назад примерно сказал, что Израиль не должен ждать и должен сейчас проявить инициативу и атаковать Хизбалу сейчас. Он сказал сейчас, имея в виду то время. Мои все возражения, нет логистики, не хватает этого, не хватает того, как же так, что же делать, куда эвакуировать. Они как бы сейчас уже не играют никакой роли, и так уже больше 100 тысяч северно-резидентов эвакуировано из приграничных городов. Ракеты в разные места попадают, есть жертвы. В ответ АДФ бомбардировки проводят. Эти бомбардировки становятся все более-более жесткими. Вот, по-моему, вчера отбомбились по какой-то ячейке Хизбалу там внутри Ливана. Но это же явно совершенно недостаточно, правда, чтобы у Хизбалу не было желания продолжать. Значит, по логике того, что происходит, боевые действия, то есть бомбардировки должны усиливаться, жертв среди Хизбаллы должно стать намного больше, потери инфраструктуры должны быть значительно более ощутивыми, и в какой-то момент Израилу придется бомбить Бейрут, и бомбить базы в долине Бека, главные, да, в Хаткотас, где находится как бы, не Хаткотас, Хаткотас в Дахеевке, в Бейруте, но где находятся основные военные возможности Хизбаллы, так, по крайней мере, таково популярное поверье, что именно там. Скорее всего, так оно и есть, с 2006 года вряд ли это поменялось, вот, и опять же, помня, держа в голове, что Хизбалла, несмотря на то, что находится сейчас на пике своих военных возможностей, потому что она спасала осаду больше 10 лет на земле там, и отбивала атаки исламского государства в Арбеле, в горном хребте в Ливане, и смогла победить там ИГИЛ, кстати. И да, правда, спецназ Хизбаллы в регионе сегодня является, наверное, самым крупным боевым подразделением, какое есть. Человеческий фактор влияет здесь, человеческий фактор в мысле потери живой силы, которую Хизбалла понесла за время сирийской гражданской войны, они, конечно же, не могут так быстро быть восполнены, и вряд ли восполнены, потому что требуется много очень времени, чтобы замену подготовить такого же уровня, которое было потеряно в Сирии. Но все равно это достаточно серьезная сила, с которой никак нельзя не считаться, и не забываем про больше 100 тысяч ракет, которые там есть, и которые пока только еще даже не начали опустошать свои запасы Хизбалла, не начала опустошать свои запасы. Поэтому это серьезное дело. Угрозы, которые, опять же, Даниэль Хагаре, выше уже упомянутый, произносит, Контр-Анмирал, а не что мы принесем газу в Ливан. Это не совсем возможно так сделать, как это делается в Газе. Ливан имеет совсем другой ландшафт, другую физическую географию, давайте скажем так. И вообще территория большая. Правда, это не совсем одно и то же. Скажем так, совсем не одно и то же. И эта война может быть очень тяжелой. На два фронта явно это не будет происходить. Эта Хизбалла тоже понимает, этим пользуется. Но вопрос, хочет ли она, хочет ли Насрава реально на такой, скорее на такой уровень конфликта выйти. Если он сильно прям так не хочет, то возможности договориться, наверное, все-таки пока есть. Вопрос, может ли Израиль этим возможно договориться, доверять. Это вот еще раз то, что я хотел сказать. Это важно. Сложно это переоценить. Конечно же, Остин должен обсуждать с Израилем хусидскую угрозу, которая есть и для Израиля, и для мирового судоходства. Я так думаю, что мы будем уже касаться этого вопроса дальше, в следующем сегменте. Орбана перенесем на завтра. Там тоже тема большая. Хочется ей уделить достаточное количество времени. По самому же конфликту в Газе продолжаются боевые действия и на севере, и на юге. Есть потери достаточно большие у Хамаса на севере. Вот АйДиев сегодня сообщил, что еще 90 боевиков Хамаса арестовано в результате боевых действий там. Количество убитых боевиков мы не знаем. Количество районных боевиков мы не знаем. Общее количество погибших в Газе с арабской стороны с момента начала конфликта приближается к 19,5 тысячам человек. Пусть вас эта цифра не, как бы это сказать, не шокирует, потому что мы не знаем, во-первых, какой процент в этой цифре боевиков. Все, что говорят, опять же, официальные источники оттуда, то есть миссислава охранения Газе, она подконтрольна Хамасу, этому, естественно, нельзя доверять. Также растут и потери израильской армии. Постоянно, ежедневно приходят уведомления о гибели и о деталях того, как это произошло, разных офицеров и солдат, что, конечно, и причем, особенно, когда читаешь эти детали, того, как это происходило, уровень героизма, конечно, зашкаливает, и это просто... Вот последних два майора и подполковники Гавани, которые погибли, если не ошибаюсь, в пятницу, они только-только вот оба закончили тренировать спецподразделения внутри Гавани, которые вот... И после того, как они закончили подготовку, неделю назад они их привезли туда уже на войну, и вот они в этих боевых действиях погибли, майоры, подполковники. Я именно не хочу сейчас даже... Не хочу произносить. Это все большая печаль, это страшная трагедия. Я уже не говорю о том, что продолжается попутно ко всему этому продолжается активность... Продолжаются атаки в Иудеи-Самарины, израильтян, естественно, и там, особенно в Дженине, действует Айдеев активно. В общем, задача как бы... Главный месседж, который американцы пытаются сейчас, возвращаясь к дипломатической теме, продавить, что все-таки требуется и днем после заниматься. И в этом днем, день после, да, очень большое давление сейчас оказывается американцами на Палестинскую национальную администрацию, давят на Аббаса, чтобы он в руководящий рэнк Палестинской национальной администрации привел молодежь. Потому что, ну, то есть, во-первых, назвал преемника, потому что, ну, явно, что на Израиль никогда не уже... Уже четко, уже много-много раз на разного уровня официально израильские лица, разного уровня американским официальным лицам, которые приезжали и звонили, сообщали, что ни при каких обстоятельствах нынешняя Палестинская администрация не может взять контроль над газой. Это физически невозможно, и она сама не хочет. А США продолжают давить на Палестинскую администрацию, чтобы она сказала «да», но при этом, чтобы она реформировала сама себя. И вот тут интересный момент наступает, который может в итоге, это как бы затравка, да, на следующую часть программы, навредить долгосрочной перспективе иранским интересам, которые на самом деле не включают в себя какое-то улучшение коммуникации между израильтянами и палестинцами и создание, и возобновление какого-либо мирного процесса. Это, кстати, тоже интересный момент, очень которого следует коснуться через несколько минут буквально. Это вот для затравки. Ну, а об этом более детально мы поговорим, в том числе и о хусидской теме. Мы поговорим уже буквально через несколько минут. Добро пожаловать в «Бутик Политик» часть 2. Сегодня 18 декабря 2023 года, понедельник. Обещал иранскую тему. Давайте ее сейчас, там не так уж прямо, чтобы очень много чего нужно сказать, но есть вещи. Экспертная группа, эксперты, да, они склоняются к той мысли, что если в краткосрочной перспективе Яроночным выигрывать атаки 7 октября, разрушив в очередной раз, донеся удар по ощущению того, что Израиль непобедим, да, уже в 73-м году это удалось сделать Египту и Сирии, в войне Йом-Кипура, и с тех пор все войны, которые Израиль вел, победой Израиля не заканчивались. Да и я считаю, что на самом деле война Йом-Кипура тоже не была Израилем выиграна. Если бы она была выиграна, премьер-министр Голда Мейер не ушел потом в отставку, правда ведь? Вот, поэтому, я так думаю, что победители же не судят, верно? А я уже не говорю по последующей операции, по Вторую Ливанскую войну, даже не хочется сейчас на это тратить время. В краткосрочной перспективе, да, эта цель достигнута, но так как после автошока сейчас Израиль впервые в истории поставил цель уничтожения Хамас, то, что в итоге происходит, сегодня в долгосрочной перспективе и дипломатической тоже для Ирана не очень хорошая новость. Значит, с одной стороны, если у Израиля получится, а должно, по идее, вариантов по идее не так много, да, в итоге в Газе Хамас ликвидировать, то тогда Иран теряет серьезную антизападную, кстати, силу, часть его оси прямо на израильской границе. Это первый момент. По крайней мере, самый мощный ее боевой компонент этой силы на израильской границе, потому что у Иудеи и Самарии нет таких сил у Хамаса, какие они у него были до начала военной операции против него в Газе, до атаки 7 октября. Это первый момент. Также Иран совсем не заинтересован в том, чтобы власть в Газе перешла под контроль Палестинской национальной администрации, потому что Палестинская администрация национальная не его клиент совсем, а больше саудовский клиент. И это другая вообще сторона, другая парадигма Ближневосточная, не та, в которую входит Иран. И несмотря на то, что мы видим в последний год активный шифт этой парадигмы, да, изменение ее, и в разговорах между Мухаммадом бен Салманом и Ибраимом Раисе это проявляется, и в установлении депутношений между Ираном и Саудовское восстановление депутношений между Ираном и Саудовской Аравии это проявляется, и в визитах, и в посольствах, и в разных вещах, и в диалог, который идет между Саудитами и Ираном, все равно все давление на все арабские страны, которые подписали с Израилем мирные договоры, и раньше, как Египет и Ордания, и позже, как Эмираты, Бахрейн, Марокко, для договорной нормализации, они, требования Ирана немедленно разорвать эти отношения из-за того, что в Газе происходит, все эти моменты были отброшены, и все отказители Ирану отказом. Кстати, Ирана, тут тактика не принесла ему никаких плодов. Первый момент. То есть, с одной стороны этот момент. С другой стороны, то есть, возобновление израильско-палестинского разговора на уровне палестинской администрации и израильского правительства не в иранских интересах. Усиление власти палестинского администрации в Иудее и Самаре в Газе не в иранских интересах. Ливанская ситуация может оказаться не в иранских интересах в итоге, потому что придется пожаловать еще одним своим как бы сателлитам и своей группой Это тоже нет. И также усиление американского военного присутствия в регионе, то иранцы все время добивались, чтобы оно уменьшалось, а в итоге из-за атаки 7 октября уже сейчас американское военное присутствие наросло, усилилось и будет продолжать усиливаться. Очевидно, учитывая вот хусидскую ситуацию, понятно, что как бы хусиды тут тоже играют иранскую карту, а пока Америка говорит о создании коалиции антихусидской для того, чтобы обеспечить свободу там судоходства, но в итоге Пентагон уже прорабатывает планы нанесения ударов, например, военным базам на севере Йемена. Вот эта информация прошла. Хадейду вроде я не слышал в этих разговорах. Мне представили, что наиболее эффективна была бы бомбардировка Хадейда, я везде всегда это говорю, причем такая бомбардировка, которая полностью уничтожит возможность хусидам какие-то грузы получать, может быть, в том числе и гуманитарные, да, для того, чтобы они поняли, что у каждого действия, во-первых, да, что первый закон никто на работе, это первый момент. И второй момент, чтобы они поняли, что для себя надо платить, и никто не позволит им так спокойно наносить, так спокойно вредить, а, думая, что ты безнаказан, да, так спокойно наносить удары, пытаться наносить удары по Израилю и по мировому судоходству в том числе, и подвергать опасности мировую экономику. Это не совсем то, что можно позволить какой-то группе варваров-бандитов, правда? Даже если сказать, что эта группа варваров-бандитов является де-факто руководящей правящей силой на огромной части Йемена сегодня, это временная ситуация, и у Соединенных Штатов Америки есть опыт проведения бомбовых кампаний, правильных местах, да, которые позволили в достаточно короткий срок, в течение трех недель, режим, который правил годами на территории фактически всей страны, от власти сбросить спидестал. Да, и я надеюсь, что им понятно, о каком опыте я говорю. Да, у Соединенных Штатов Америки проблема всегда с N-стратеджи, последние войны, которые США вели, но сама по себе военная операция, она позволяет, как бы, уровень подготовки, уровень милитари, который есть, и его оснащение этого военного, да, уровень этого оснащения милитари американского, позволяет в течение трех, двух-трех недель привести такую бомбовую кампанию, чтобы разговоров о том, что какая-то боевая группа, как бы она не хорохорилась, да, и не ерепенилась, вдруг потеряла всяческие возможности управлять той территорию, которую она требует для себя, есть, вот, уже, вот, в 2001 году это было продемонстрировано, например. Поэтому, а сейчас уже все-таки 2023, прошло 22 года, и я думаю, что только усилились эти возможности, и технологии поменялись, короче, надо только, ну, как бы, чтобы воля была, но пока, очевидно, пытаются США сделать так, чтобы не пришлось этого делать, простить за тавтологию, вот, каким-то образом пытаются давить на хуситов дипломатически, пугать их, ну, мы знаем, что они, ну, не то, что прям отмороженные, да, совсем, но к словам они испытывают, как бы это сказать, мало, точнее, внимания словам уделяют других игроков, что на Ближнем Востоке, кстати, принято. Меньше внимания уделять словам, больше уделять внимания поступкам и потенциальным последствиям этих поступков. Поэтому, мне кажется, что уже надо было давно бомбить, да, ну, после первой ракеты по Израилю, допустим, сбитой, и после первой ракеты по танкеру, и после первого задержания танкера, может быть, еще не надо было бы, но уже после 2-го, 3-го и 4-го уже, наверное, пора было бы как-то показать, что цивилизованный мир не очень доволен тем, что происходит, вот, учитывая важность Бап-Аль-Мандеба. Короче, даже если в краткосрочке, ну и да, немаловажный фактор, все те деньги, которые Ирану были обещаны, что они будут разморожены, эти миллиарды долларов, которые по обмену, по признанию свэп, да, по обмену заключенными, которые произошло, были ему гарантированы, они так пока остаются замороженными из-за поддержки Ирана Хамаса 7 октября. И пока не размораживаются, а как бы деньги Ирану нужны, мы это понимаем тоже очень хорошо, и санкции облегчения никого не приходят, и, в общем, экономическая ситуация в Иране не может улучшаться сейчас, неоткуда и улучшаться. Да, даже если Россия платит за дроны, это все равно не те суммы, которые могут помочь Ирану выйти из того экономического штопора, в котором он сейчас находится. Поэтому, я думаю, что сейчас шанс на то, что Иран может дать команду Хуситам прекратить и дать команду Хизбалеву уйти из-за летания, теоретически есть. Да, есть. Опять же, другой вопрос, возвращаясь, да, может ли Израиль на эти вещи опираться в обеспечении исполнения своей доктрины военной. Это другой вопрос, но, по крайней мере, шанс на это есть. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик, до встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.